Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня 23 ноября, в четверг. Как обычно, по четвергам мы проводим вебинар на тему криптовалют, как можно на них заработать. Начинаем. Пожалуйста, сначала поставьте плюсики в общий чат, если вы меня хорошо видите и слышите, чтобы уже мы перешли к небольшой презентации и затем перейдем в торговую платформу, где в режиме реального времени рассмотрим ключевые возможности, наиболее перспективные возможности торговые на ближайшие дни. Да, спасибо, я вижу, плюсики в общий чат пошли, то есть все в порядке и можем начинать. Немного забежала вперед, да, буквально кратко озвучу наш сегодняшний план работы. Сначала для тех, кто пока еще в теме мало разбирается, для новичков мы буквально небольшую обзорную часть сделаем, минут на 5-7, обсудим ключевые теоретические аспекты, познакомимся с ключевыми терминами данной сферы. Я думаю, тем, кто уже обладает большим опытом, также будет интересно какие-то моменты для себя подчеркнуть. И далее уже перейдем к обсуждению ключевых новостей, которые нас сопровождали на протяжении прошедшей недели, которые мы ожидаем в ближайшее время увидеть. И после чего уже, как я и сказал, перейдем в торговую платформу MetaTrader 4, чтобы в режиме реального времени все графики рассмотреть и спрогнозировать ключевые движения цены. Те, кто прошлые вебинары наши смотрели, знают, что торговые идеи с нашего вебинара на самом деле без преувеличения себя очень неплохо отрабатывают. Вы можете сами в этом убедиться, посмотрев прошлые записи, которые на канале YouTube выкладываются всегда, на YouTube-канале компании Amarkets. Примерно 45-50 минут, может быть чуть больше, мы с вами сегодня будем общаться на тему криптовалют. Ну что ж, поехали про криптовалюту. Я думаю, каждый из вас уже слышал, и наверняка вы видели их в средствах массовой информации, информацию по ним, по этим движениям. На самом деле, учитывая, что биткоин увеличился почти в 10 раз с начала этого года, на самом деле можно говорить о том, что очень много шума наделали криптовалюты. Вот недавно было исследование, согласно которому, среди всех финансовых активов именно криптовалюты обладают наивысшей волатильностью, что очень важно для трейдеров, например, волатильностью именно в текущем году, а также показывают наиболее высокие темпы роста, что немаловажно. Но мы пока говорим именно про теорию. Криптовалюта – это актив, который полностью является виртуальным или цифровым. То есть мы не можем потрогать его руками, за исключением тех коллекционных монет, которые были выпущены несколько лет назад, но фактически в обиходе они не участвуют. Но, тем не менее, это полноценное платежное средство, прежде всего. И если кто-то из вас спросит или спрашивал в свое время, для чего же нужны битковалюты, это вопрос, который каждый начинающий, новичок так или иначе пытается для себя понять, то, конечно, в первую очередь битковалюты создавались для удобства в проведении расчетов и платежей. И затем уже в последние годы особенно особую популярность приобретает именно трейдинг криптовалютами, то есть заработок на инвестициях в них, либо спекулятивный доход, который получают те, кто открывают сделки по криптовалютам. Опять же, если мы рассмотрим, скажем, варианты получения дохода с криптовалют, то, по сути, два основных источника есть – это майнинг и трейдинг криптовалют. И такая тенденция наблюдается, что все больше и больше людей, которые раньше занимались только майнингом, постепенно начинают именно торговать криптовалютой, потому что буквально за несколько дней, вы сами могли видеть, это на примере, скажем, DashCoin или Monero, какая-то криптовалюта может увеличиться в несколько раз. Чтобы заработать аналогичную сумму майнингом, нужно несколько лет этому посвятить, а то не факт, что такой результат будет достигнут. Поэтому, если мы опять же несколько забегаем вперед, безусловно, трейдинг является более приоритетным. И если вы в этом еще сомневаетесь, то просто нужно более детально посмотреть на возможности, которые есть именно в торговой криптовалюты. Да, один важный момент, все вопросы, которые у вас появляются, вы можете писать в общий чат, либо в специальный раздел «Вопросы». На них мы обязательно ответим ближе к концу сегодняшней трансляции, если, конечно, они будут по теме, по существу дела. Биткоин появился в 2008 году, было первое упоминание о нем, но фактически первые транзакции были запущены уже в следующем, в 2009 году, и с тех пор он рос по экспоненте, росло именно в разы, увеличивалось число пользователей, число майнеров, увеличилась и стоимость котировки биткоина, постоянно росли на протяжении увеличения интереса к данной сфере. Про майнинг мы уже сказали, напомню, что майнеры занимаются тем, что поддерживают систему в целостности, обеспечивают ее работу и на самом деле участвуют в обработке транзакций, которые существуют между участниками, пользователями системы, что во многом и обеспечивает главное преимущество криптовалют, если мы поговорим о том, почему они являются такими востребованными, по крайней мере, если мы оцениваем приток нового капитала в эту сферу, то есть ни одна, скажем, акция, ни одна другая ценная бумага не увеличилась настолько по капитализации, как криптовалюты в последние годы. Эта тенденция особенно ясно прослеживается. Хранить биткоины можно на специальных кошельках. Вот опять же, если мы возвращаемся к тому, почему они стали столь популярными, то прежде всего стоит отметить удобство использования биткоинов в расчетах. Мы говорим, прежде всего, про обеспечение большей надежности, большей конфиденциальности ваших персональных данных, если мы используем биткоин для проведения расчетов и платежей. Но и не менее важный фактор – это снижение издержек за счет использования именно криптовалют в ваших каких-то повседневных расчетах, например. Простой случай, который был уже многократно нами описан в ходе вебинаров, но тем не менее, вот если, скажем, вы проводите оплату банковской картой в интернете, то цепочка тех, скажем, организаций, которые имеют доступ к вашей информации, которые участвуют так или иначе в обработке платежа, она варьируется примерно от 5 до 7 единиц. Примерно 5-7 участников этой цепочки есть от отправителя, то есть вас, до конечного получателя. Если же вы используете биткоин для проведения расчета, то есть всего два участника – только отправитель и только получатель. То есть, если, скажем, ваш уникальный код, уникальный ключ хранится в надежном месте, к нему никто не имеет, скажем, доступа, и его сложно расшифровать, то вы получаете, по сути, очень и очень надежную систему, где никто не имеет доступ к вашему счету, к вашей персональной информации. Вот это те моменты, которые на начальном этапе способствовали росту биткоина, потому что многие на самом деле видели в этом будущее, и так многие считают и сейчас. Тем более, когда у нас есть настолько уже широкая сеть узлов системы, то есть сеть майнеров, которые поддерживают ее работоспособность, обеспечивают устойчивость всей системы. И, кроме того, конечно, в последние годы это особенно ясно видно, что именно приток нового капитала в данную сферу обеспечивает те темпы роста, которые есть сейчас. Не стоит забывать, что мы дальше об этом должны будем сказать обязательно, о том, что есть такая технология, как блокчейн, именно на технологии блокчейн основан. А биткоин – это первое, по сути, проявление данной технологии, выраженное именно в чем-то реальном. И вот если мы берем перспективы именно технологии блокчейн, то они выглядят очень и очень серьезными, потому что мы регулярно слышим о том, что многие центральные банки различных стран, государства и крупнейшие корпорации собираются использовать блокчейн либо уже используют свои повседневные деятельности для снижения своих операционных расходов либо оптимизации деятельности. Вот поэтому, опять же, польза данной технологии, она неоценима, во многом пока даже сложно предположить, насколько далеко все это может зайти. Поэтому, опять же, интерес к криптовалюте, он постоянно поддерживается, и поэтому мы имеем столь сильную волатильность. Вот когда мы сейчас перейдем к графикам, в торговую платформу и проанализируем, что сейчас происходит, какие-то ключевые идеи обозначим, то вы сами увидите, насколько сильно двигается та или иная криптовалюта. Вот с блокчейном мы более-менее разобрались. По сути, можно провести простую аналогию. Блокчейн и биткоин – это то же самое, что интернет и сайт. То есть есть нечто более общее, технология интернет, и в рамках этой технологии, скажем, мы используем сайты для каких-то своих целей. И то же самое касается блокчейна и биткоина. Также есть, скажем, общая технология блокчейн, и есть биткоин как одно из выражений, одно из представлений данной технологии биткоин, то есть криптовалюты. Но кроме того, что, скажем, криптовалюты и на основе блокчейна можно, скажем, делать, использовать криптовалюты, находят еще множество различных вариантов использования. И один из самых таких тоже нашумевших в этом году – это ICO. данный термин тоже нужно знать, потому что ICO в свое время был очень интересным источником, опять же, очень интересной возможностью для получения дополнительного дохода. Мы помним, что весной и летом было особенно много интересных ICO-проектов. Постепенно эта тема несколько сходит на нет, потому что появилось много довольно странных проектов, которые больше похожи на какие-то мошеннические, либо просто необоснованные, не подкрепленные никаким продуктом реальным ICO, вложения, в которые были крайне рискованными, и нельзя было рассчитывать на, скажем, какую-то доходность, и более того, нельзя было надеяться даже на возврат своих вложенных средств. Поэтому ICO и, в частности, криптовалюта ETH, на которой базируется большинство ICO, они постепенно утрачивали свою популярность. Мы видели и коррекцию по ETH на графике, но вот сейчас, если ICO, скажем, уже не так интересным может быть, учитывая, что можно более простым способом получать доход с этой сферы, пусть возьмем даже те же форты по биткоину, которые были в последние месяцы особо востребованы, то вот сам ETH в принципе двигается весьма интересно. Сегодня он обновил свой исторический максимум, если мы говорим именно о цене закрытия рынка, то есть если день сегодня закроется на тех значениях, на которых он находится в данный момент, то можно будет говорить о новом рекорде именно по ETH, и это отличная возможность, об этом опять же мы чуть позже скажем. И, наконец, последний момент, именно из теоретической части, это именно вариант работы с криптовалютой, то есть вы можете торговать, именно такое небольшое отступление, может быть, методологическое, как организовать процесс торговли криптовалютой. На самом деле ничего сложного нет, вам потребуется торговый счет либо на специальной бирже криптовалют, либо у регулируемой брокерской компании. Вот компания Markets, которая для вас сегодня проводит данную трансляцию, как раз таки является именно регулируемым брокером, поэтому, опять же, вы видите на данном слайде все плюсы и минусы использования того или иного метода, и, конечно, если мы говорим про элемент надежности, а также удобство ввода-вывода средств и удобство в анализе рынка, платформа МТА4, то, конечно, в этом отношении работа через брокера выглядит гораздо более привлекательной, нежели через биржу криптовалют. Опять же, если вы более детально данную сферу изучите, сравните все плюсы и минусы, выясните про те инциденты, которые были в свое время с биржами криптовалют, которые банкротились, либо приостанавливали свою деятельность и не выводили сумму трейдерам, то, я думаю, что выбор той площадки, через которую вы будете работать, он весьма очевиден. Итак, переходим к второй части нашей трансляции. Мы, да, кстати, еще в конце будет мост третья часть, это небольшие бонусы для всех, кто сегодня нас смотрит. И мы вам приготовили несколько небольших сюрпризов, можно их назвать так, но это уже ближе к концу трансляции. Пока же я запущу трансляцию моего рабочего стола, чтобы мы перешли в платформу и вы смогли сами увидеть наиболее интересные торговые возможности. Если вы видите график сейчас и мою торговую платформу, то, пожалуйста, поставьте плюсики в общий чат и мы продолжим. Да, отлично, отлично. Спасибо за обратную связь. Итак, начнем мы, как обычно, с основной пары. Это биткоин-доллар. Отмечаем, что в ходе прошлых вебинаров мы очень точно прогнозировали и коррекцию с уровня прошлого максимума, это 7700 до 5000. И говорили о том, что затем мы быстро восстановим позиции. Так оно и произошло. Но вот сейчас интересная довольно ситуация возникает именно по биткоину. Ничто иное, как у нас боковая консолидация наблюдается. То есть нет какого-то ярко выраженного движения вверх или вниз. То есть последние часы, да, или даже последние дни мы абсолютно точно топчемся на месте. Нет какого-то движения, а значит и нет особого интереса к торговле биткоинов в данный момент. Но, с другой стороны, это означает, что у нас в перспективе появляется очень интересная торговая возможность. Потому что всегда, когда какой-то актив выходит за пределы этой узкой консолидации, его ожидает стремительное движение. То есть куда оно будет, вверх или вниз, сейчас довольно сложно сказать, потому что ситуация, опять же, противоречивая. Но, тем не менее, факт того, что у нас появится отличная торговая идея в ближайшие дни, вот он очевиден, в этом сомневаться не стоит. Обозначим ключевые уровни. Это отметка в 8 тысяч. Напомню, что круглые значения цены очень хорошо биткоин отрабатывает, учитывая, что по сравнению с акциями либо облигациями, криптовалюты пока имеют весьма незначительную капитализацию, пусть она и неуклонно растет. И поэтому, в целом, по техническому анализу они очень и очень неплохо двигаются, то есть поддаются прогнозированию на основе именно технического анализа. И вот круглые значения цены, то есть, скажем, отметки 2,200-3,000, то, что мы видели в начале-середине года, затем 5,500, и вот сейчас у нас ведется торговля в диапазоне 8, ну, в данный момент это 8,300 отметка, но тем не менее. То есть, например, прошлая коррекция завершилась именно вблизи отметки 5,500. То же самое, прошлый максимум был в районе 7,500, там был мощный и сильный уровень сопротивления, да, большое скопление ордеров, и вот именно после пробоя 7,500, скажем мы, и получили, да, новый исторический максимум цены. Поэтому, опять же, 8,000 – это мощный уровень поддержки, от которого стоит работать. То есть, если вы, скажем, планируете продавать, или у вас есть такое мнение, да, предположение по краткосрочной какой-то продаже, да, потому что очевидно, что общий тренд является восходящим, то есть сделки на продажу, они не выглядят приоритетными, но тем не менее, ловить, особенно локально, в течение нескольких дней, какое-то движение вниз, также вполне себе можно, мы это делаем. Опять же, прошу обратить внимание на наш торговый чат, в котором мы в режиме онлайн каждый день анализируем рынок, и торговые идеи именно каждый день там появляются, может быть, даже и каждый час, да, в какие-то особо напряженные моменты, именно актуальные. Вот посмотрите, как несложно, в принципе, было спрогнозировать прошлую коррекцию, да, был уровень, опять же, 6,980, то есть 7,000 – круглое значение цены, и после, почему мы именно этот уровень выбрали, да, потому что здесь было скопление объема, свечи находились выше этого уровня, да, и постоянно был отбой цены от этого уровня до некоторого момента, пока не состоялся пробой. После этого цена ушла сильно вниз. Вот опять же, первый сценарий, да, то есть не стоит исключать подобную тенденцию, если мы окажемся ниже отметки 8,000 долларов за один биткоин в ближайшее время, то есть ниже этого коридора консолидации, то вполне можно будет локально продавать биткоин. Безусловно, делать это нужно недолго, опять же, повторюсь, один-два дня, исходя из той ситуации, которая будет на рынке, но порядка 500-700 долларов минимум, на этом можно будет заработать. То есть биткоин нас приучил не только к тому, что он очень хорошо двигается вверх, но и тем, что коррекции по нему весьма значительны, коррекции могут достигать 50, а то и 70% от прежнего максимума, поэтому нужно быть на чеку и зарабатывать, в том числе на снижении курса. Вот опять же, большой плюс торговли криптовалютой по отношению к майнингу, например, заключается в том, что вы можете зарабатывать на снижении курса, криптовалюты, продав их, то есть есть такая возможность, которая называется открытие короткой позиции, то есть продажа и заработок на снижении курса. Если вы, скажем, майните, то то, что вы получаете в качестве вознаграждения за обработку транзакций, у вас обесценивается, если вы сразу, скажем, полученную криптовалюту не обмениваете на какие-то фиатные деньги. Вот это первый сценарий, но опять же, учитывая, что мы находимся сейчас на максимальных значениях, и более того, эти значения пока удерживаются, то есть мало кто фиксирует прибыль. Да, есть очень интересная тенденция, что когда, скажем, биткоин обновляет исторический максимум, сначала идет некое давление сверху вниз, то есть многие фиксируют свои позиции, закрывают ранее открытые сделки на покупку, да, и как бы продают биткоин. получается, что мы видим какую-то коррекцию в моменте, но вот сейчас обратим внимание, что нет такого фактора, что означает то, что мало кто фиксирует свои длинные позиции в данный момент, поэтому, опять же, если мы вдруг оказываемся выше отметки 8300 в ближайшие дни, да, я уверен, что может быть даже и сегодня мы за границей данного узкого коридора выйдем, то тогда стоит покупать, да, то есть у кого есть уже сделка на покупку, все отлично, можете ее не трогать, да, то есть там ближайшие отметки это опять же грубые значения цены, это 8500 и 9000 за одну монету, а там уже не за границей и 10 тысяч, да, до конца года многие ожидают, кстати, увидеть отметку именно в 10 тысяч за один биткоин, потому что это и психологически важный уровень, а и в то же время технически это будет довольно весомое сопротивление, да, для дальнейшего движения цены, то есть согласитесь, я думаю, что каждый из вас где-то видел отметку либо информацию о том, что тот или иной аналитик ожидают увидеть в конце года, скажем, 10 тысяч долларов за один биткоин. Да, к этому можно относиться по-разному, все может поменяться, но если тенденция сохранится, если не появится нового, внеочередного какого-то негатива, да, который еще не учтен рынком, то нет сомнений, что в районе 10 тысяч мы окажемся либо к концу года, либо в начале следующих. Опять же, важный фактор, который может на это повлиять, это запуск фьючерсов на бирже семьи, на чикагской фьючерсной бирже. Напомним, что вопрос участия в торговой криптовалюты именно крупных крупных игроков, которыми выступают, скажем, инвестбанки, хедж-фонды, управляющие компании, особенно с Уолл-стрит, он очень остро стоит, стоял, точнее, до недавнего времени, потому что не было официального способа у таких крупных игроков участвовать в росте криптовалют. То есть, да, мы сейчас уже получаем информацию о том, что тот же Моген Стэнли, например, и Банков Америка, они участвовали так или иначе в росте криптовалют за счет того, что покупали производные инструменты через биржи в Норвегии, если я не ошибаюсь, уже была такая возможность. Но, тем не менее, все это носило очень незначительный характер и не было чем-то по-настоящему масштабным. Вот с момента, когда на одной из крупнейших бирж мира, находящейся в США, в Чикаго, семьи, будет запущен фьючерс на биткоин, вот с этого момента может начаться на самом деле новая история абсолютно для биткоина, потому что именно крупный капитал сможет официально принимать участие в этих торгах. И плюс, опять же, те, у кого еще был вопрос по надежности данных инструментов, потому что если, скажем, актив финансовый не торгуется на официальной площадке, то априори к нему будет отношение не очень достойное, потому что так или иначе мы будем считать, что это что-то непризнанное и что-то потенциально высоко рискованное. Если же он начинает торговаться уже на одной из крупнейших площадок фондовых мира, то ситуация кардинальным образом меняется. И, опять же, те, кто пока еще сомневался вкладывать сумму в криптовалюту, те, кто еще этого не сделал из соображений надежности, обязательно сделают это уже, можно ли, в декабре текущего года. Потому что, опять же, появилась новость, что уже в начале или середине декабря планируется запуск этого производного инструмента на Чикагской бирже фьючерсов и опционов. Поэтому есть вполне интересный фундаментальный повод выраст до 10 тысяч долларов уже к концу этого года. Опять же, какой итог всему этому можно подвести? Ждем выхода за границу боковой консолидации, которая есть в данный момент времени. Вот, куда цена выйдет, туда она локально, краткосрочно и отправится. То есть, это будет либо отметка, скажем, 7500-7000, либо это будет 8509 и далее по нарастающей. Вот, собственно, о чем мы хотели сказать именно по биткоину. Вообще, есть в последней неделе устойчивое наблюдение, которое неоднократно подтверждалось, что весь капитал, который сосредоточен в сфере криптовалют, он как бы перетекает из одного актива, которым является биткоин, в остальные, то есть, так называемые альткоины, менее крупные криптовалюты. последователи, которые вот пока не могут еще, да, на равных мериться, скажем, с биткоином, но тем не менее, вот в моменты, как сейчас, например, когда биткоин стоит, мы видим, что есть переток капитала именно в альткоины, и сегодня мы обязательно поговорим про движение по дешкоину, о чем я уже сказал, и, конечно, про Монеро, которое также обновило исторический максимум, вот именно там сейчас находятся те основные деньги, основной капитал, который вышел пока на время из биткоина, то есть, в случае, если, скажем, появится новый сигнал к дальнейшему росту, этот капитал обязательно вернется обратно в биткоин, поэтому, скажем, в свою очередь по Монеро и по дешкоину мы увидим некие коррекции, вероятнее всего, именно в ближайшие дни, но это в случае, если биткоин пойдет все-таки вверх. То же самое касается и эфир, мы о нем сегодня уже говорили, он обновил свой исторический максимум, сегодня уже об этом смело можно сказать, оказался выше в метре в 400 долларов за одну монету, мы этого ждем уже очень давно, то есть, там было, опять же, у нас два ключевых сценария, но вот в ходе прошлого вебинара мы говорили о том, что эфир будут стараться подтягивать, вероятнее всего, от максимального значения, даже несмотря на в целом сейчас уже слабое развитие ICO-проектов на относительно снижающийся слабый интерес к ICO, тем не менее, эфир сам по себе интересен, интересна его технология, умных контрактов, с которыми можете рекомендуем более внимательно познакомиться, и то, что его все-таки потянули к отметке в 400 и более того, он сумел обновить свой исторический максимум, опять же, повторюсь, вот, все это достойно нашего внимания, потому что есть все основания считать, что рост продолжится. Опять же, здесь сейчас самый главный момент заключается в том, что нужно дождаться подтверждения силы покупателей по эфир доллар, если мы закрепимся выше отметки в 400 в ближайшие часы, а еще лучше в ближайшие дни, то есть четверг, пятница, если мы будем оставаться выше этих значений, и он не упадет, он вернется к своим прежним, к своему прежнему диапазону ниже 400 долларов, то можно будет его покупать вполне, он может сходить и до 500, и до 600 долларов за одну монету уже в ближайшее время. Опять же, стоит обратить внимание на такой интересный момент, что очень повышается волатильность именно в выходные дни, не знаю, обращали ли вы внимание или нет, но момент с пятницы по воскресенье довольно часто бывает судьбоносным для биткоина и для других криптовалют. Это связано, может быть, опять же, с тем, что кто-то торгует в основном, скажем, в будние дни, когда открыты фондовые биржи на биржах, а в выходные свою торговость сосредотачивают именно на сквере криптовалют, поэтому мы и видим увеличение объемов в эти дни. Абсолютно правильно было подмечено в общем чате, то, что треугольник пробивается, это очень большой треугольник, это треугольник на дневном графике, если брать его еще с июня этого года, поэтому вот эту восходящую наклонную поддержку мы давно рисовали, так же, как и двойную вершину. Мы обращали внимание, что вот первая точка была вблизи уровня 400, был второй момент, когда мы также тестировали данный уровень, но не смогли это сделать. И вот на третий раз удалось закрепиться, точнее, пока еще пробить, но не закрепиться, данный уровень. Если мы останемся выше этих значений, то, конечно, будет повод для того, чтобы судить о дальнейшем росте эфира. Очень интересно наблюдать за данной криптовалютой, поэтому, опять же, она сейчас должна быть в центре вашего внимания. Что касается эфир-классик, это следующий актив, который у нас будет на очереди, то по этому инструменту скорее противоречивая динамика прослеживается. Мы видим, что сменяют друг друга две основные ситуации, когда есть какой-то резкий импульс, причем он бывает как вверх, так и вниз, и затем период застоя, то есть период консолидации, так же, как у нас сейчас по биткоину, но по биткоину совсем недолго обычно такие ситуации длятся. Тем не менее, есть даже повод считать, что эфир-классик будет утрачивать постепенно свою востребованность, потому что с июня этого года он ни разу не обновил максимум, была попытка, когда его вытащили почти 4 долларов за одну монету, но это все было очень какосрочно, потом он сильно обвалился. до 8, вы видите это на графике, вот ситуация, сейчас я обозначу, вот шпилька, когда с максимальных значений он очень быстро рухнул почти до своих минимальных значений за долгое время. Это очень показательно, то, что он не обновляет максимумы, и то, что даже прослеживается нисходящая тенденция, вы видите, есть уровень сопротивления, то есть пока, ну, это и в принципе логически понятно, напомню, что изначально был один эфир, затем произошел форт разделения на эфир и эфир классик. Эфир классик это более старая версия протокола, если говорить простым языком, то есть то, что может быть менее технологично и априори менее востребовано. Поэтому есть, конечно, на фоне общего интереса к криптовалютам, учитывая, что эфир классик уже довольно давно торгуется, опять же, на новых контрактах, поэтому в него вкладывают в том числе такие портфельные управляющие, которые свой капитал разделяют по многим криптовалютам, но тем не менее он не вот в общем хайпе, не в общей ситуации роста. С другой стороны, опять же, если вдруг он сейчас окажется выше 18-19, с половиной лучше даже долларов, а за одну монету, то это будет означать, что капитал крупный не прошел мимо данной криптовалюты, и все-таки у него еще есть потенциал. Опять же, если мы окажемся выше отметки в 18,5 до 19 долларов, то у нас будет хороший потенциал для покупок. То есть, пока о покупках говорить довольно рано, тенденция скорее нисходящая, но если все-таки произойдет озвученный выше факт, то тогда потенциал будет даже до 30 долларов за одну монету. Есть такая ситуация в теханализе, это так называемая ширина канала, то есть примерная ширина канала, то есть большую часть времени Эфир Классик находился между уровнем 12 и уровнем и уровнем 20, то есть примерно 8-10 долларов ширина канала консолидации, то есть примерно до 28-30 мы вполне можем сходиться в случае, если будет пробой данных значений. То есть, опять же, стоит следить за Эфир Классик, но пока не стоит им торговать. Вот тот вывод, который можно сделать. то же самое во многом касается и TheCash. Мы отмечали и довольно неплохо заработали на нем в начале сентября, когда неожиданно сильное движение произошло, сейчас мы еще на графике, но вот с тех пор это не самый интересный актив, по сравнению с некоторыми алькоинами другими, он выглядит не так интересно, но опять же, ситуация может поменяться, потому что мы находимся вблизи важного уровня сопротивления. Если мы посмотрим на те монеты, которые сильно выросли в последние дни, то увидим, что рост начался именно после того, как мы пробивали уровень сопротивления важный, только в этом случае он был наклонным, вот эта линия и тоже треугольник, что опять же говорит о силе именно данной фигуры, то вот если мы проведем аналогию с Zcash сейчас, то поймем, что если мы окажемся выше отметки в 315, это важный уровень, и получим подтверждение, дойдя хотя бы 220 долларов, например, в ближайшие дни, в таком случае есть все шансы увидеть повторение ситуации с эфиром, то есть движение как минимум до прежних максимальных значений. В случае с Zcash это также, кстати, даже по цифрам похожий уровень, как и с эфиром, это отметка в 400 долларов за одну монету, то есть у нас было скопление объема, мы видим, на 390 и на 430, то есть Zcash в июне был даже дороже, чем эфир и имеют все шансы повторить это движение в ближайшие недели, но опять же для этого нужно дождаться подтверждения. Возникает вопрос, например, у скептиков в отношении данной криптовалюты, почему она не росла, пока рос, скажем, эфир, пока рос Monero и рос Dashcoin, то есть пока в ней не было какого-то бума, повышенного объема мы не наблюдаем, мы видим только такие постепенные закупки, вот опять же связанные с тем, что многие управляющие просто раскладывают свои инвестиции по разным корзинам, что называется, и в свой портрет включают многие криптовалюты, в том числе, скажем, те, которые уже торгуются давно, Zcash это с некой историей криптовалюта, пусть и относительно небольшой, и она, конечно, вызывает у них интерес в плане того, что она может выстрелить в любой момент, нужно дождаться только этого, такой ситуации. Конкретного же всплеска объема мы пока не видим, поэтому ожидаем подтверждения и закрепления выше этих значений. Ну вот, наконец, переходим к самому интересному, что было в последние дни, пока биткоин стоял, пока в нем не было какого-то повышенного объема, не было волатильности, после обновления своего исторического максимума. Вот, что называется, умные деньги, наиболее быстрые деньги были в Монеро и были в Dashcoin. Мы в ходе наших прошлых вебинаров уже отмечали этот торговый сигнал. Мы прогнозировали, правда, изначально движение до прежнего максимума, то есть до отметки в 145 долларов за одну монету Монеро, но вот видим, что сегодня покорилась и эта отметка, и мы ушли еще выше. То есть наша изначальная цель была, кто в вебинаре записи посмотрит, была на отметке в 125, это вот прошлая консолидация, где могла быть остановка, да, в итоге мы видели, вот в моменте, который я сейчас отмечу, мы видели некую остановку именно вблизи уровня 125, но затем вот следующая остановка уже была 145 долларов за одну монету, опять же все началось с того, что мы вышли за пределы треугольника, у нас было некое сужение, та же консолидация, которую мы видим сейчас по биткоину, но только несколько иначе выраженные на графике, был сильный уровень 80, от которого многократно откупали данную криптовалюту и после пробоя треугольника произошло ускорение, то есть повышенный интерес, повышенный объем и вот мы видим то, что собственно стало логическим итогом того, что происходило ранее. Вот сейчас опять же вернусь еще к той мысли о том, что все капиталы, которые есть в сфере криптовалют, они как бы перетекают из биткоина в альткоины и обратно, сейчас у нас вспомните, когда резко рос биткоин в последней неделе перед ожидаемым форком биткоин голд и перед форком сегвит 2x, который был запланирован на 17 ноября, но его отменили. Вот в те недели мы видели, как сильно падали альткоины и сильно рос биткоин. Сейчас наблюдается немного отчасти обратная ситуация, то есть биткоин не падает, но он стоит на месте, а в то же время альткоины многие довольно сильно подрастают. Поэтому используйте данный аргумент в своих торговых идеях, это обязательно нужно отслеживать, именно данное соотношение и данное соотношение именно объемов, где находится весь объем участников рынка. Он находится в биткоине или он находится в альткоин. С Монера все более-менее понятно. Единственное, что после резкого всплеска всегда следует либо замедление, то есть актив топчется на месте, либо даже следует резкое снижение. Когда массово начинают фиксировать свои позиции на покупку, закрывать прибыль, закрывать прибыльные сделки, наблюдается отток средств и откат по графику, поэтому будьте осторожны сейчас по Монера. Пожалуй, что покупать, если бы еще этого не сделали раньше, сейчас точно не стоит. Момент можно считать отчасти упущенным, за одним исключением, если мы вновь не обновим исторический максимум. Если мы не окажемся выше отметки 170, 172 доллара, в таком случае еще можно небольшим объемом покупать, надеясь на то, что эта эйфория продолжится. Но более вероятным сейчас выглядит то, что мы либо откатим к прежнему максимуму, это отметка в 146 долларов, прежний максимум является ближайшей целью для коррекции, для отката, либо можем улететь еще ниже, как это было в ситуации прошлого памба, резкого разгона, вот когда мы сначала сходили с 40 до 140, а затем упали до 70, в какой-то момент, была сильная на графике, поэтому будьте внимательны сейчас по Монеро, возможно, если вы еще не зафиксировали, часть прибыли можно зафиксировать по длинным позициям, напомню, что мы с трейдерами большую часть прибыли фиксировали именно по 146 долларов, да, это упущенная может быть часть прибыли, но тем не менее наша цель изначально она себя отработала вблизи прежнего максимума, мы большую часть позиций закрывали, и там совсем небольшая часть оставалась на последние движения, последний рывок, вот такая ситуация именно по Монеро, если уж мы говорим о главных альткоинах, о наиболее ярких движениях, то давайте перейдем к Dashcoin, и опять же мы видим, что ситуация во многом повторяется. У нас также был треугольник, мы также его рисовали в коде прошлых вебинаров, потому что есть еще тенденция такая, что одни и те же графические паттерны, то есть модели на графике, они повторяются. Вот, например, по Ripple ситуация очень похожа на Ethereum Classic, в среднем есть тенденция к снижению. По Монеро EPD тоже был именно треугольник и боковая консолидация, то есть там тоже они одинаково себя повели. Плюс очень часто повторяется паттерн, когда актив несколько раз тестирует свою историческую отметку до максимум, но не может ее пробить. Вот как это было с Ethereum несколько раз, но вот сегодня мы видим, что все-таки пробили данное значение. То есть какие-то нюансы, особенности поведения криптовалют, их можно вполне обнаружить и можно использовать для открытия эффективных сделок. Что касается DashCoin, то здесь ситуация во многом была похожа на Монеро за одним исключением. Была очень интересная особенность, это опять же то, про что мы сейчас говорили, после выхода за рамки треугольника пошел резкий импульс, но как оказалось это был только первый импульс, потому что затем последовала коррекция к куда бы вы думали к прежнему максимуму цены. То есть вот мы видим, что прежний максимум цены находился на уровне в 300, ну 400, если мы округлим, 400 долларов за одну монету. И вот, пожалуйста, после пробоя данного уровня цена вернулась, но осталась выше прежнего максимума. Опять же наблюдалась консолидация и после этого вот буквально последние дни мы продолжили этот рост. И то же самое можно повториться и по Монеро. Поэтому вот то, о чем мы говорили, сейчас может быть коррекция либо до прежнего максимума, либо ниже, но если сумеют Монеро оставить выше прежнего максимума, то ситуация может повториться как с Бешкой. То есть вот следующая волна роста и еще плюс 50, может быть 70 долларов вот к прежнему максимальному значению. Остались на очереди у нас Лайткоин, Риппл и Биткоин Кэш и предлагаю сейчас их уже так более кратко обсудить. По Лайткоин мы видим также есть некий треугольник, верхняя граница его уже также пробита. Сейчас вполне есть возможность и хороший сигнал для покупок. Следующая цель, первая цель это вот данный уровень, потому что здесь была консолидация. Это отметка 80, 81. И далее это как вот по ситуации с эфиром отметка в прежний максимум. Отметка 90, 92 доллара за монету. Это что касается Лайткоина. Опять же есть еще такой интересный момент, что Лайткоин считалось давно, что он во многом повторяет движение по Биткоину, потому что является его основным последовательным технологическим. По сути Лайткоин это очень и очень похоже на Биткоин технологический криптовалюта. Но мы видим нет, на самом деле в последние месяцы есть раскорреляция, то есть они между собой движениями очень редко совпадают. Поэтому даже если Биткоин будет пока стоять либо снижаться, вполне может быть такое, что Лайткоин будет расти. Опять же цели на ближайший период мы с вами обозначили. Двигаемся дальше. Рипл именно с позиции фундаментальной это одна из самых интересных криптовалют. С позиции того, как часто ее упоминают очень крупные участники общей мировой финансовой системы, как много они используют ее технологию. Регулярно появляются новости о том, что крупнейшие консорциумы банков, ведущие мировые финансовые организации используют технологии Рипл для оптимизации своих внутренних процессов, для снижения издержек. На основе Рипл многие финансовые проекты уже реализуются. Опять же повторюсь, не просто какими-то стартап начинающими компаниями, а именно крупнейшими уже мировыми состоявшимися банками. Поэтому казалось бы, она должна расти едва ли не быстрее всех остальных. Но фактически этого не происходит. и очень многие держат ее в своем портфеле, учитывая ту фундаментальную особенность, и это обосновано на самом деле. Но Рипл пока упорно расти не хочет. Мы видим также моменты, когда появляется резкий всплеск на графике. Было несколько таких ситуаций. Первая, вторая, когда буквально за считанные дни Рипл разгоняют довольно сильно, и он может прибавить порядка 40-50, а то и больше процентов. Но в целом есть такая линия оранжевого цвета, вы видите ее на графике, линия похожая на эфир классик, и линия скорее нисходящей тенденции, которая говорит о том, что интерес постепенно к ней падает. Да, ее используют, но точнее используют именно ее технологию. При этом интерес к самой криптовалюте он если не снижается, то по крайней мере стоит на месте. То есть нет того задора, того пампа, который появляется время от времени по прочим криптовалютам. Нет таких резких движений и сильного увлечения цены мы не видим. Опять же, как мы говорили по эфир классик, все может поменяться, если Рипл сможет пробить нисходящую линию сопротивления и в нашем случае оказаться выше 26 центов. Он торгуется в центах, то есть казалось бы еще одно подтверждение того, что его нужно купить, что он очень недорогой, если какие-то криптовалюты торгуются по несколько сотен долларов уже, а то и по несколько тысяч, как биткоин, например, либо биткоин кэш, который разменял отметку по тысяче и находится выше. Рипл всего несколько центов стоит и должен, казалось бы, расти, но нет, этого пока не происходит. Опять же, торопиться с покупками не стоит, он вполне может отбиться от этой линии и уйти вниз, но если закрепится выше 26 центов, то появится отличный сигнал для покупок и можно подбежать его как минимум до 34-35 центов за одну монету. И биткоин кэш последний на очереди, но вот прошлые два вебинара мы вообще его осматривали сразу после биткоина, потому что было очень интересно за ним наблюдать. Настоящий памп, очень резкое движение, до 2,5 тысяч долларов на биржах доходила его котировка в моменты определенные в прошлом. И сейчас, что мы наблюдаем, очень интересная ситуация. Вот такой вопрос проверьте себя на внимательность, что вам напоминает данная фигура технического анализа данного угольника. По каким сегодня валютам мы с вами уже подобное видели? Кто внимательно смотрел, тот ответит, что мы это видели по Dashcoin и по Monero. То есть то же самое формируется по сути по Bitcoin Cash. Это означает, что может быть резкий всплеск цены и вполне небольшие объемы, хотя бы небольшие объемы у вас в данной фиктовалюте должны быть. Потенциал у Bitcoin Cash весьма и весьма неплохой. Опять же, если мы вспомним под облеку появления Bitcoin Cash, то вернемся к функции Bitcoin как средства протежа, средства расчетов. Bitcoin сейчас это не самый удобный инструмент для проведения расчетов, потому что транзакции обрабатываются не так быстро, как хотелось бы. Есть информация, что примерно 7 операций в секунду в системе Bitcoin обрабатывается. По сравнению с картами Visa или MasterCard там 10 тысяч операций в секунду происходит. Есть такая статистика, по крайней мере способны их ресурсы обработать такое количество транзакций в секунду. То есть позиции расчетов пока Bitcoin не самый удобный инструмент и Bitcoin кэш изначально задумывался как то, что поможет исправить эту ситуацию, рассчитываться в Bitcoin кэш гораздо быстрее и удобнее. Поэтому фундаментально он может стоить ну скажем как минимум 50% от Bitcoin, а может быть даже прийти ему на смену. Но опять же это все такие теоретические отступления, поиск фундаментальных предпосылок каких-то. Тем не менее пока конечно он еще относительно молод появился только в августе этого года и не заслужил может быть столько доверия, столько внимания к себе еще не привлек. В любом случае это очень перспективная криптовалюта. Пока точного сигнала на покупку сейчас у нас нет, у нас есть сигнал, но он был еще по 1200, точнее 1290-1300. Вот ситуация, когда мы пробивали. этот треугольник и наши трейдеры там покупали биткоин кэш. Если вы будете покупать сейчас, то у вас будет несколько повышенный риск на сделку, потому что стоп-лосс нужно будет ставить за уровень 1150 желательно. Но небольшим объемом это сделать можно. И опять же главный, один из главных сигналов это обновление исторического максимума. Если биткоин кэш обновит свои максимумы, то обязательно нужно будет его купить и рассчитывать на дальнейший рост цены. Итак, из терминала возвращаемся. Все ключевые торговые возможности мы с вами уже рассмотрели. Быстро предлагаю пробежаться по вопросам. и да, те сюрпризы, небольшие подарки для тех, кто с нами сегодня озвучу. На самом деле есть возможность у вас получить торговый бонус 25% от суммы пополнения. Если вы решите попробовать торговать с криптовалютой через нашу компанию, то можете получить 25% бонус на обвознение средств. Он полностью участвует в торговле, в возможной просадке, то есть является живыми деньгами, по сути, только не подлежащими выводам. Свою сумму капитала и прибыль вы выводить можете в любой момент, а бонус просто сам по себе не выводится. Также мы подготовили книгу, электронную книгу, которая включает в себя ключевые стратегии, в частности, на основе которых мы разбираем рынок в ходе наших вебинаров. Есть там много теорий, которые позволят быстро включиться в процесс, мы готовы ее, скажем, вам также предоставить бесплатно абсолютно тем, кто сегодня с нами, тем, кто будет работать и далее торговать на криптовалютах через нас. Немного расскажу про торговые условия. В нашей компании у нас 15 криптопар доступно с наибольшей капитализацией, 15 основных криптопар. Есть кредитное плечо 1 в 10 и дробный лот. Это позволяет торговать даже с небольшим капиталом. В несколько сотен долларов уже можно начать работать и получить какой-то первый доход. Более того, есть портфель на основе криптовалют. То есть, если вы не имеете много времени на, скажем, ежедневный трейдинг, на анализ рынка, можете просто инвестировать в криптопортфель, доходность, по которому выше 20% в месяц пока была стабильна. Опять же, это связано с тем, что в целом рынок криптовалют сильно рос, но тем не менее доходность очень-очень неплохая по сравнению с другими похожими продуктами. Ну и плюс уже то, о чем мы сегодня говорили, у нас есть торговый чат по криптовалютам, в него обязательно подключайтесь, присоединяйтесь, будете иметь возможность видеть идеи сразу, только они появляются. Потому что, например, сегодня появится сигнал по биткоин, если мы выйдем за границы канала, то есть сразу будет идея либо какое-то решение в телеграм-чате. То есть вы будете держать руку на пульсе. И, наконец, у нас есть еще и биткоин-счет. Биткоин-счет это счет в валюте биткоин, все просто. Вы можете пополнить, внести на него сумму прямо с вашего биткоин-кошелька без конвертации, без комиссий и выводить сумму туда же. Вначале был вопрос про персональные данные при пополнении снятия. Они полностью обеспечиваются, если вы работаете с биткоин-счетом, с биткоин-кошелька его пополняете и выводите сумму обратно. Поэтому мы очень внимательно относимся к теме криптовалют, развиваем наши сервисы и надеюсь, что вам будет с нами удобно работать. По крайней мере, мы все для этого готовы сделать. Что ж, мы завершаем. Итак, уже почти час с вами находимся на связи. В следующий четверг также в это же время в 19.00 по Москве мы будем для вас проводить вебинар. Поэтому будем рады всех видеть. Успехов в торговле. Надеюсь, идеи помогут вам сориентироваться на рынке. И до новых встреч. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Продолжение следует...